Здравствуйте! Мы готовы вспомнить и оценить самые заметные события минувших 7 дней в эфире муниципального телеканала «Наша итоговая программа». Меня зовут Ульяна Ашимова и смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С выходом и водителем с инспекции по улицам отправился Акимгорода и стало ясно, технике достаточно, денег тоже, изменится ли ситуация. Половина школ аттестацию не прошли из-за низкого качества знаний учащихся, как правильно учить детей. Городские власти готовят еще одно место для креченских купаний, как собираются организовать в Петропавловске 19 января. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная политическая новость этой недели была озвучена в среду. Депутаты Можилиса парламента обратились к президенту с просьбой досрочно распустить Нижнюю палату и провести в ней очередные выборы. Срок работы депутатов пятого созыва должен был истечь в конце этого года. Однако, многие эксперты предрекали досрочный распуск палаты. Так и случилось. Но заявление, тем не менее, получилось сенсационным. Расстаться с депутатскими зарплатами, служебными квартирами и неприкосновенностью народные избранники захотели ради благополучия страны в условиях экономического кризиса. Самый возрастной мажоресмен-коммунист Владислав Косарев, озвучивая обращение к президенту от трехпартийной фракции, заявил, что новые выборы необходимы для того, дали цитата, чтобы незамедлительно приступить к реализации новых реформ уже сейчас. В общем, это прозвучало как «дорогу молодым». Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что свою немаловажную роль в реформировании страны пятый созыв сыграл. Ни много ни мало, 59 законов приняли депутаты в прошлом году, они стали базой для реализации плана нации «100 конкретных шагов», то есть потрудились напоследок ударно. И вот, когда вся подготовительная работа проведена и наступает этап реализации, стране, очевидно, понадобился более эффективный парламент. Новый цикл, вот этот вот пятилетний, будет очень сложный, и нужно, чтобы в течение вот этого тяжелого периода вновь избранный состав мажореса парламента принимал оперативно нужные решения, оперативно реагировал на изменяющуюся ситуацию. Учительство действительно гордится тем, что у нашего президента сегодня есть конкретный, очень реалистичный план решения вот всех глобальных вызовов современности. И действительно получается так, что наступает период решения и внедрения реальных мер по реализации этого плана. И я считаю, что досрочные выборы – это появление новых молодых лиц, инициативных личностей. Думаю, они очень заинтересованы в том, чтобы наша страна процветала. Экономика в мире непредсказуемая, нестабильная, и необходимы концептуальные изменения в экономической политике нашей страны. Согласно с мнением депутатов мажореса парламента, которые предлагают досрочные выборы, выборы на всех уровнях одномоментные, что позволит нам сэкономить и бюджет страны, и позволит в короткие сроки сформировать новые силы, которые так необходимы для эффективной реализации антикризисных мер. Впрочем, решение о проведении досрочных выборов принимать президенту, согласно регламенту, после консультации со спикерами обеих палат парламента и премьер-министром, глава государства объявляет о своем решении. И если президент все-таки распустит мажорес, то выборы должны будут состояться в течение ближайших двух месяцев. Стоит отметить, что мажорес парламента ни разу за всю историю суверенного Казахстана не отработал положенный срок. Назначались досрочные выборы. Вообще, новейшая история Казахстана исчисляется совсем небольшим числом лет, но в ней уже было много значимого для будущего нашей страны. Поистине исторически важных событий – принятие Конституции, создание госсимволов, флага, герба, гимна, учреждение национальной валюты, утверждение границ нашей страны, определение статуса государственного языка, перенос столицы – это то, что объективно должно было произойти и произошло с Казахстаном после обретения независимости. Но кроме обретения этих атрибутов, полагающихся суверенному государству, Казахстану предстояло еще и определиться с экономической моделью и моделью гражданского общества. Мы пошли по пути строительства рыночной экономики и создания общества без деления на национальности и религиозные принадлежности. Нашу экономическую модель проверяет сейчас на прочность очередной кризис, а вот модель общественных отношений, судя по всему, оказалась безупречной. И это, пожалуй, одно из главных достижений Казахстана за годы независимости. В этом году мы отметим 25 лет нашего суверенитета. О том, что следует начать подготовку к празднованию 25-летия нашей независимости, и президент Казахстана Нурфултан Азарбаев сказал еще в декабре 2015-го, когда поздравлял соотечественников с 24-й годовщиной независимости. Празднование это, как и стоило полагается, не только пышные собрания и громкие митинги. Целый год у нас есть для того, чтобы оценить тот путь, который прошла наша страна со времен распада Союза и по сегодняшний день. В авангарде таких мероприятий, как всегда, Ассамблея народа Казахстана, опыт у нее есть, совсем свежий. Весь прошлый год свой юбилейный Ассамблея провела под эгидой акции «20 добрых дел». Теперь объявили о старте новой. Республиканская акция «Большая страна, большая семья» объединит множество людей. И, как рассказывают представители Ассамблеи, в планах у них более 4 тысяч разных мероприятий. Активисты не обойдут стороной ни один аул Северного Казахстана. Все месяцы этого года будут проходить под эгидой достижений независимости, таких как и государственные символы, нация единого будущего, интеллектуальная нация, мир, согласие, семья, дружба. Вот такие у нас будут интересные мероприятия в течение всего года. В этот день в зале областной Ассамблеи начинают торжественный отчет времени до 16 декабря, дня, когда страна отметит 25 лет своей независимости. Три, два, один, старт! А на следующий день в Петропавловске дали официальный старт мероприятиям, которые будут посвящены этой дате. Несмотря на морозную погоду, на Театральной площади собрался целый митинг. С каким настроением Петропавловцы начинают этот юбилейный год, рассказывает Ирина Панфилова. Вот уже 25 лет народ Казахстана живет в мире и согласии, а суверенитет нашей страны крепнет день ото дня. И сегодня на Театральной площади Петропавловска официально дают старт Году независимости Республики Казахстан. Участие в празднике принимают около двух тысяч североказахстанцев. В руках молодежи яркие сине-желтые флаги и шары – символ чистого неба и яркого солнца. Акимобласть Ерик Султанов с трибуны дает старт Году независимости Республики Казахстан. Сегодня Казахстан своими глобальными инициативами вносит огромный вклад в развитие международного партнерства и интеграции. Наша страна достигла всех этих небывалых высот под руководством первого президента Нурстана Вещаназарбаева. Впереди, несомненно, еще много новых успехов и свершения на пути к достижению главной цели – вхождение в Казахстан 30-ку самых развитых стран мира. Казахстан, будущее Казахстана – это наша священная и достойная страна Мангликель. Уверен, североказахстанцы своим создательным трудом несут значимый вклад в достижение этих высоких целей и задач. Данстарт года 25-летия независимости Республики Казахстан. В небо поднимаются около сотни воздушных шаров. Это часть флэш-моба, подготовленного молодежью к празднику. В центре площади студенты колледжей всего около ста человек. Они молоды, амбициозны и креативны. Именно такими видит современную молодежь президент нашей республики. И главное, они хотят учиться и жить в свободной стране. А это значит, им можно доверить заботу о будущем Казахстана. За 25-летней независимости Казахстана, Казахстан добился многих высот сверхэкономики. И вообще, я желаю всем процветания и удачи. В первых рядах сегодня ветераны труда, те, кому пришлось строить наше независимое государство. Алексей Кратенко гордится тем, что живет в нашей республике. В Казахстане мы самое лучшее живем. Мы идем вперед и вперед. Мы живем все дружно, все в согласии. Сменяет флэш-моб артисты, небольшой концерт с участием лучших творческих коллективов области, еще один подарок жителям Северного края. Все песни сегодня о родине и ее великих просторах. Большой семьей на праздник пришли представители областной ассамблеи народа Казахстана. Красочные костюмы символизируют богатую культуру и традиции народов, живущих в нашей стране. 25 лет независимости для коллектива Дома дружбы – один из самых главных праздников. Мы горды за свой народ, что мы можем быть в мире согласны, изучать культуру, радоваться достижениям других народов. Это великое достижение казахстанского народа всего. И этот день еще раз нам показывает уверенность в будущем. За годы независимости наша страна прошла большой путь становления. 25 лет – это возможность подвести итоги и построить планы на будущее, для того, чтобы суверенный Казахстан и дальше была плотом дружбы и единства. Это итоговая программа МТРК, и мы продолжаем. На этой неделе начались отчетные встречи акимов всех уровней с населением. В нашем регионе в этом году их пройдет 654. По традиции, первыми перед жителями аулов в деревень отчитываются сельские акимы и акимы малых городов. С 29 января по 11 февраля ответ перед населением будут держать акимы районов. Планируется, что в этих диалогах примет участие глава региона. А сам же Ерик Султанов свою итоговую отчетную встречу проведет 24 февраля в Петропавловске. Цель отчетных встреч, как и раньше была, остается обратно связь с населением, понять, какие вопросы и проблемы беспокоят местных жителей, для того, чтобы выстроить свои планы работы. Кроме того, что на самой отчетной встрече будут запрашиваться вопросы, ответы, будут установлены специальные ящики, где на интернет заранее установленных местах, которые будут в газетах и в интернете объявлены, где люди могут письменно оставить свои вопросы, какие-то пожелания, чтобы мы могли максимально охватить все те вопросы, которые будут рассматриваться или должны быть выполнены в течение этого года. Все вопросы будут взяты на контроль. Итак, ежегодную отчетную кампанию начали, как обычно, с отчетов руководителей сельских округов. И вот уже девятый год подряд они наряду с акимами районов, городов и области отвечают на вопросы жителей сел и подводят итог своей деятельности. Но по большому счету, лишь недавно эти отчеты смогли стать по-настоящему эффективными. В первую очередь потому, что расширились полномочия сельского акима. Новый закон о местном самоуправлении снабдил руководителей этого звена достаточным количеством инструментов для решения проблем конкретных населенных пунктов. И если прежде на встрече с поселковыми акимами эти проблемы в основном только формулировались, а граждане получали обещание передать их чаяния на уровень выше, то теперь сельский аким зачастую сам в силах разобраться. И раз так, то и спрос с акимов сельских округов должен стать строже. Зона их влияния расширилась, списать на объективные факторы и отсутствие возможности теперь сложно. Спрос, кстати, не только на отчетах раз в году. Аспекты общественного контроля за деятельностью акима закреплены теперь законодательно. Речь идет об общественных советах. Соответствующий закон вступил в силу с начала этого года. Не так давно провели настоящую модернизацию этого звена власти. Акимов сельских округов теперь выбирают депутаты районных маслехатов, да и требования к кандидатам ужесточили. В общем, сделали очень многое, чтобы поселковый аким мог стать эффективным менеджером на вверенной ему пусть и небольшой территории. Но, пожалуй, лучше всего промотивировал Акимов президент. В первые дни Нового года на совещании в Аккорде он назвал персонально ответственными за реализацию плана нации абсолютно всех руководителей. На любом уровне. А главная цель плана нации – это повышение уровня жизни людей. Мы же в тридцатку развитых стран стремимся. Все необходимые инструменты есть, требуется лишь неформальный подход. Вот и получается, что в стороне от реализации президентской программы не сможет остаться теперь ни один Аким. В таком статусе КВОИ проходит нынешняя отчетная кампания. Изменит ли ее характер ответственность амбициозной задачи, которая сегодня стоит перед Акимами, сказать сложно. Отчеты только начались. Но хотелось бы, чтобы они были максимально неформальными. В 12-й год в Казахстане практикуются отчеты Акимов. Но и сейчас в плане нации отдельной реформой значится создание подотчетного государства. Выходит, недостаточно полное еще государство отчитывается перед своими гражданами. А граждане эти отчеты недостаточно внимательно принимают. И это второе тоже, кстати, очень важно. В Мамлютке, где побывала наша съемочная группа, устных вопросов не прозвучало. Аким ответил на те, что люди оставили в специальных ящиках. О чем пишут мамличане своему Акиму, рассказывает Ксения Куценко. Серик Бакеев на посту Акима Мамлютке 6 лет. За это время хорошо изучил все проблемы города и по возможности решал их. Например, в прошлом году на отчетных встречах озвучили 18 вопросов. Четыре из них касались именно рабочего поселка. Все они сегодня сняты с повестки дня. Один из вопросов – это будет ли построена новая школа в рабочем поселке. Второй вопрос – что будет со старой школой, если построить новую школу. Освещение улиц и бродячие собаки. В 2015 году, 14 сентября, эта школа была сдана в эксплуатацию. По старой школе на сегодняшний день, согласно закону, мы выставили его на продажу. Одно бродячих собак по мере поступления заявлений. У нас есть сейчас ветеринарная служба, которая входит в их компетенцию. Они организованы по мере поступления заявлений, сразу выезжают. Эти вопросы сразу же решают. Но вот и по ливневым стокам, то, что нужно было, мы эти вопросы уже решили. Глава города доложила и об итогах ушедшего года. В 2015-м мамлючане завершились хорошими социально-экономическими показателями. Развивается бизнес, растут объемы производства, введена в эксплуатацию новая школа, строится жильем. Немало планов, намеченные на 2016-й. Большая работа предстоит в рамках программы развития малых городов. Общая сумма по программе развития малых городов в 2016-2020 год составляет 8,2 миллиарда тенге. Одним из приоритетных вопросов, которые там и поднимали, это было дорожное строительство. Вторым немаловажным вопросом это было то, что в городе Мамлютка у нас за последние 2-3 года уровень грунтовых вод высоко поднялся в связи с дождливостью летного периода, ясеннего периода. Поэтому у нас очень остро стоит проблема системы канализации. После Серик Бакеев ответил на письменные вопросы горожан. В Мамлютке установлено 11 ящиков для сбора жалоб и предложений. Большинство обращений касается ремонта дорог. По словам Акима, масштабную работу по реконструкции дорожного полотна начнут уже в 2016-м. Волнуют сельчан и проблемы освещения улиц, ремонта колонок, создания новых рабочих мест. На все вопросы Серик Бакеев дал подробные ответы, поэтому новых просьб и предложений к главе города не прозвучало. Прошедшую встречу мамлючане считают информативной. Я думаю, что если вопросов не возникло, значит, вот эти вопросы были хорошо рассмотрены. Большую работу сделали, школу новую построили. И вообще, как обращайся к ним, воды нету, колонки сломаны, они всегда помогают. С жителями Мамлютки Серик Бакеев проведет еще две отчетные встречи. А вот Аким Петропавловска, Марат Асмаганбетов перед своими отчетами часть вопросов, судя по всему, решил упредить. На этой неделе городоначальник встречался с представителями КСК и на повестке были самые актуальные коммунальные проблемы. А ведь, как показывает практика, большинство наказов от горожан Аким на своих отчетных встречах получает именно по теме жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году таких было 75%. К слову, эту встречу Марат Асмаганбетов анонсировал еще в начале декабря прошлого года на своей первой пресс-конференции. Выходят, готовились к ней тщательно. Насколько она получилась продуктивной, рассказывает Ольга Загоруйко. Встреча началась с обсуждения, пожалуй, самой важной и актуальной проблемы – отопления в квартирах. Диалог сразу задался оживленный. Пусть теплосеть говорит право. Вопросов у председателей КСК накопилось немало. Я поставила счетчик по модернизации в 2012 году. Тогда настаивали экономика, но я по сей день не вижу экономику. У меня девятиэтажные два дома. Вы не с той стороны заходите, потому что счетчики в квартирах стоят для учета тепловой энергии. А уж там будете вы экономить или нет – это второй вопрос. А в доме по улице Чайковского 21 в одних квартирах жарко, а в других, наоборот, прохладно. Эту проблему на совещании поднял председатель КСК Владимир Айперт. Один элеватор у нас в доме, и не хватало тепла в первом и восьмом подъезде, потому что параметры не позволяли нам это делать. В данный момент сам инженер пообещал, что наладит. Также руководители КСК не знают, как бороться с проблемными арендаторами квартир. Говорят, многие отказываются платить за услуги кооператива, а еще шумят по ночам. По этим вопросам полицейские пообещали провести проверку. С представителем сотрудников госдоходов мы эти мероприятия по вашему указанию проводим уже. Я попросил бы сейчас, чуть обережать тому, вы составьте списки, кто у нас квартиры сдает. Дайте, мы будем им мерить. Нам это еще лучше будет. Сейчас в некоторых дворах установлены камеры видеонаблюдения. Конечно, говорят председатели КСК, это дополнительная финансовая нагрузка на жильцов. Но на безопасности экономить не стоит, подчеркивают полицейские. А чтобы мотивировать жителей на установку во дворах видеокамер, Аким города предложил выделить гранты. Их получат три лучших КСК Петропавловска. Вопрос достаточно актуальный. Это безопасность людей, безопасность детей. Ну и много здесь вопросов. Ну и, соответственно, не все же через центр оперативного управления можно реагировать. Можно реагировать. Основные магистральные улицы, где патрулирование идет. Встречи председателей КСК с Акимом города теперь будут регулярными. Проводить их планируют несколько раз в квартал. У Марата Тасмаганбетова, кроме предсказуемых коммунальных проблем в этом году, еще немало таких, которые можно назвать как снег на голову в прямом смысле. Городской Акимат завалили жалобами о некачественной уборке улиц от снега. Предприятия, которые должны этим заниматься, еще в октябре заявили о полной готовности. В Акимате говорят о достаточном финансировании этих работ. Но то ли не рассчитали всю снежную мощь североказахстанской зимы, то ли переоценили собственные силы. А передвигаться по городу как минимум неудобно, а по большому счету и небезопасно. Более 2,5 тысяч человек обратились за медицинской помощью после неудачных падений на улицах. А сколько произошло ДТП из-за высоких сугробов по обочинам, скользких дорог и накатанной колеи, посчитать невозможно. Эти кадры наша съемочная группа снимала в понедельник. Центральную широкую улицу Жумабаева почти идеально вычистили техникой товарищества Су-808. В работе задействованы и сотрудники коммунхоза. Вот они в оранжевых жилетах. Как рассказали в Акимате областного центра, за городом оборудованы три снежные свалки, куда с октября прошлого года коммунальщики вывезли из Петропавловска 178 тысяч кубов снега. Это примерно 12 тысяч машин. Причем уверяют, что уборка снега идет не только на центральных улицах, а кроме этого противогололедной смесью подсыпают тротуары и остановочные карманы. Однако в день съемки ни песка, ни соли на пешеходных дорожках наши корреспонденты не увидели. К работе коммунальщиков у многих горожан есть претензии. Очень раскатанные подходы к остановке. Это повышается травматизм. Хотя бы, чтобы подсыпали песком или соляной смесью. Очень скользко, убирается прям ужасно. Всюду вот куча, видите же вот сами, что творится здесь. Около школы, мне кажется, прям обязаны убирать в первую очередь, так как дети же идут утром, еще темно, скользко. Идешь куда-нибудь по городу, а надо переходить, а там-то гроб огромный. И попробуй-то перейди, упадешь и все. Там, где живу, не вижу, но там дороги чищены. Тротуаров, конечно, мало, а вообще чисто в городе приятно. А уже на следующий день посмотреть своими глазами на то, как убирают город, отправился Аким Петропавловска Маратас Маганбетов. Тогда же нашей съемочной группе стало известно, что на уборку улиц в бюджете заложено 184 миллиона тенге. И еще 15 миллионов выделено на подсыпку противогололюдными материалами дорог и автобусных остановок. Достаточно ли этого? Вместе с градоначальником по заснеженному Петропавловску проехала Ольга Загоруйко. Улица Абая перекрыта. Здесь работает снегоуборочная техника Товарищества с ограниченной ответственностью Норд-Жолдаре. Увидеть ее можно с 9 вечера до 6 утра. По словам сотрудников, в это время работать удобнее. На дорогах почти нет машин. Всего за компанией Норд-Жолдаре закреплены 38 Петропавловских улиц. Среди них Абая, Астана, Батырбаяна, а также весь микрорайон Береке. За сутки машины вывозят более тысячи кубов снега. В работе задействована почти вся техника компании. Снег начался еще днем, а значит работы хватит на всю ночь. У нас 6 единиц самосвалов, как я сказал. И 4 техники. Это техника грейдер для нарезки вала. И остальная техника занимается вывозом снега с зеленой зоны. И одна техника – это щетка, которая полностью защищает после уборки снега, полностью защищает улицу. Когда мы очищаем сейчас снег грейдером, мы срываем этот лед сразу же. Содержание дорог в зимний период – одна из приоритетных задач городских властей. Она находится на контроле Акима Петропавловска, Марата Тасмаганбетова. Накануне вечером он лично проверил работу подрядных компаний, задействованных в уборке снега. Повод есть. На качество очистки дорог и тротуаров от горожан поступает немало жалоб. Получается, очистку ночное время провели, утром они просыпаются, на проезжую часть, утром автобусы идут, и получается, что резонанс от населения нет. В 2016 году на уборку и вывоз снега в бюджете Петропавловска предусмотрено 184 миллиона тенге и 15 миллионов на содержание снежных свалок. По словам Марата Тасмаганбетова, для оперативной уборки улиц Горакимат принимает все необходимые меры. В этом году дополнительно привлечен транспорт. На сегодняшний день в целом на вывозке и механизированной очистке снега занято более 150 единиц техники. Дополнительно для того, чтобы уменьшить расстояние по вывозу снега, открыты к имеющейся снежной свалке три дополнительные свалки, что в целом увеличит производительность вывоза снега. Между тем, с ноября, именно тогда в Петропавловске началась зима, в травмпункт 3-й горбольницы обратились 2252 человека. Все они получили уличные травмы. В основном люди ломают лодыжки, кисти рук, ребра. Почти у двух десятков человек переломы позвоночника. Лишь половина пациентов отделалась ушибами и растяжениями. Мы продолжаем программу и к другим темам. На этой неделе в очередной раз хорошими новостями порадовала местная Назарбаев интеллектуальная школа. На сетевой олимпиаде среди учеников элитных назарбаевских школ наши ученики смогли показать прекрасные результаты. Например, 11-классница Юлия Лагуткина на олимпиаде по казахскому языку набрала самый высокий балл. Кстати, приехала Юлия в Петропавловске села Лавровки Айртавского района. Нам дали всего 15 минут. За эти 15 минут я должна была все полностью, 6 заданий, вот эти все полностью рассказать, чтобы подтвердить все мои знания, то, что я по-настоящему подготовлена к этому. Я подготовилась, вышла самая первая и по итогам вечера нам вывешили результаты. У меня оказалось из 50 баллов 44 балла. Самый высший балл. Я была очень рада. Интеллектуальное состязание проходило в двух городах, предметы естественно-математического направления, в Алматы, гуманитарного в Шимкенте. Петропавловскую и Назарбаев интеллектуальную школу представляли 14 студентов. Времени на подготовку у них было немного, но это не помешало ребятам достойно выступить. Они заняли одно первое и четыре третьих места. Несколько учащихся были в шаге от победы. Они соревновались в довольно сложных условиях, потому что, во-первых, у них было не так много времени на подготовку. Во-вторых, так получилось, что 11-классники у нас соревновались с учениками 12 класса. В команде 9 классов у нас было двое 8-классников. Просто мы увидели в детях потенциал и решили сделать на них ставку. А вот в ряде других школ области даже маломальскими успехами похвастать не могут. Как сообщила руководитель управления образования Шулпан Каринова, из-за низкого качества знаний в этом учебном году не прошли аттестацию 40 школ, а это больше половины из тех, которые подвижали проверке. Среди них и две Петропавловские. Кроме того, 11 школ не смогли пройти повторную аттестацию. Эти данные Шулпан Каринова озвучила в ходе совещания в областном Акимате. Вместе с главой региона педагоги обсуждали, как повысить качество знаний североказахстанских школьников. Интересно, что речи о необходимости повышения материально-технического оснащения школ не заводили. Получается, что учебные заведения сейчас отвечают требованиям времени, а вот качество знаний не дотягивает. Значит, надо обратить внимание на подходы в преподавании. Стоит ли что-то кардинально реформировать вопрос сложный? Чаще всего новое – это хорошо забытое старое. И любопытно, что предложения о системных переменах в педагогических подходах прозвучали именно от учителей-ветеранов. Недавно они решили объединиться для того, чтобы стать советчиком и чиновником от образования, и действующим педагогом. Кстати, представляет эту организацию Раиса Полищук, депутат-мажилист от 4-го созыва, а до этого директор 1-й гимназии в Петропавловске. И, как стало ясно, работу по повышению качества знаний начнут именно с улучшения профессионального уровня учителей. Как учителя будут учиться сами, чтобы потом учить о проблемах современного образования и способах их решения Ксения Куценко. В зале специалисты и ветераны сферы образования обсуждают актуальные вопросы у отрасли, главный из которых – обеспечение качественными знаниями юных североказахстанцев. Сегодня в области 97% малышей посещают детские сады. В 2016-м дефицит мест в дошкольные учреждения обещают сократить еще на 2%. Об этом в докладе руководителя управления образования Шалпан Кариновой. Большая работа ведется по внедрению дуального образования, критериальной оценки обучения, активно развиваются трехязычие. Наряду с успехами говорят и о проблемах отрасли. Так, 40 школ региона в прошлом году не прошли аттестацию. Предусмотрено очень много государственных мер, которые работают сегодня на повышение качества образования. 2 402 педагога данных вышлоназванных школ прошли уровневую подготовку, уровневые курсы прошли. И в то же время остается вопросом качества знаний в данных школах. В этом году, в 2016 году, нами запланирована работа по улучшению подбора учителей на данные курсы повышения квалификации. Они у нас пройдут в институте повышения квалификации в Леоцентре педагогического мастерства. В этом году 832 педагога запланированы. Над улучшением качества предоставляемых образовательных услуг необходимо работать, отмечают собравшиеся. А для этого нужно поменять подходы к организации всего педагогического процесса, считают ветераны отрасли. Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание системы, это повышение качества образования. А учитывая современные требования, это еще и повышение его доступности, а также усиление эффективности образовательной системы в целом. Вот эти три ключевые позиции и есть основные, главные функции органов управления образованием всех уровней. Ветераны заверяют, они готовы активно помогать молодым специалистам делиться опытом работы. Все предложения, озвученные проблемы, глава региона поручил руководству управления образованием взять на контроль и обязательно найти рациональное и эффективное для них решение. Вам месяца хватит, чтобы обсудить и отработать мероприятие по системе управления качеством образования. Если месяца вам хватит, я даю вам месяц, где-то в 15-х числах февраля месяца, мы проведем такую же презентацию с вашим участием. Но здесь активно участвовать должно быть ветеранов наших. И в заключении североказахстанские спасатели рассказывают о многочисленных случаях, когда приходилось вызволять из снежных заносов автомобили. Только за две недели нового года было зафиксировано 26 случаев аварийной остановки транспорта. Машины не могли пробраться через переметы на загородных трассах. И каждый раз это настоящая спасательная операция. Медлить нельзя, автомобили выкапывают из сугробов, а людей эвакуируют. Таким образом, спасли уже 93 машины и 227 человек. Кстати, в области работают 240 пунктов обогрева, они работают круглосуточно. Тем, кто отправляется в путь по зимней дороге, у спасателей целый перечень рекомендаций и желательно с ними ознакомиться. Они очень подробно расписаны на сайте областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Там же и правила поведения на льду во время крещенских купаний. Они уже на следующей неделе, потому заблаговременно спасатели предупреждают с помощью эфира местных телеканалов. Необходимо в случае выхода на лед все это производить организованно, не толпиться в одном месте. Хоть толщина льда на сегодняшний день у нас составляет в среднем 30-35 сантиметров, но все равно происходят такие случаи, что где-то трещины по льду, где-то полынья может быть или еще что-нибудь. Так что надо быть очень осторожным. Ну а сами спасатели будут дежурить у купели с половины восьмого утра до 10 вечера 19 января. Кстати, на сей раз в Петропавловске два места для купания – привычное на городском пляже и новое в Ричпорту. Это сделали для того, чтобы разделить людские потоки. Так что привычных пробок 19 января в районе Подгоры, скорее всего, не будет. О том, как готовятся к крещению в Петропавловске, рассказывает Ольга Загоруйко. 19 января христиане отметят праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан. С каждым годом желающих окунуться в святую воду становится все больше. В Петропавловске крещенскую купель делали только на центральном пляже. В 2016-м по решению городского акимата было выделено еще одно место. Большая просьба к населению. Раньше создавались пробки. Вы были сами тому свидетелем. Пробки начинались от улицы Карима-Сутюшева по улице Интернациональной. Подгора была задействована вся. Поэтому для удобства большего транспортного подъезда, вот есть еще одна точка – это речной порт. Там есть возможность проезда по объездной дороге, начиная с ДСР, улица Горького, улица Жамбыла. Все эти участки будут максимально готовы для того, чтобы принять большое количество транспорта. Добраться до речи порта смогут не только автовладельцы. 19 января сюда будут ездить и автобусы. Для населения будет изменено движение автобусов. Это маршрут «двойка», маршрут «шестерка», 21-й М – это будет идти в сторону городского пляжа. 25-й М, 24-й М будет продлен до речного порта. Интервал движения автобусов планируем порядка 15-20 минут. В день крещения на берегу будут дежурить спасатели и бригада скорой помощи. К подготовке места для купания уже приступили. Вскоре здесь установят две деревянные купели. Также поставят палатки для обогрева и переодевания, а еще будут работать точки с горячим питанием. В городе Мате заверили – новое место абсолютно безопасно. Толщина льда здесь более 40 сантиметров. Пробу воды уже взяли. Она соответствует всем санитарным нормам. Стало доброй традицией в этот день всем горожанам набрать святой воды для того, чтобы осветить свое жилище, осветить свой быт, сделать запас святой воды на весь наступающий год, потому что в этот день совершается потрясающее чудо. Обычная вода становится водой огромной духовной силы. Считается, что вода, набранная в этот день в освященной реке, может храниться долгие годы. Уже во вторник самые смелые духом и телом будут нырять в ледяную купель. Несмотря на то, что укрещение – глубокий религиозный смысл, для многих людей – это некий драйв попробовать свои силы, окунувшись в ледяную воду. Но оказывается, церковь не видит в этом ничего плохого. Купание в ледяной воде не является обязательным условием для верующих. Но вместе с тем, к этому обряду допускаются все без исключения – и глубоко верующие, и, так сказать, обычные люди, и представители других религий. Ранним утром у купели вы наверняка встретите и съемочную группу МТРК, ведь мы продолжаем находить для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами, новости будут, и пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова